Это уникальный прогноз пожарной опасности. Красным цветом выделены зоны, в которых риск возникновения пожара выше среднего. План разработан на основе долгосрочного прогноза погоды Росгидромета и данных авиалесохраны о горимости лесов. В настоящее время к антропогенным факторам возникновения лесных пожаров добавился и природный фактор. Наблюдается высокая грозовая активность на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. И большинство пожаров, действующих в настоящее время, возникает по причине гроз. Рязанская область находится в зеленой зоне, то есть опасность региону по прогнозу не грозит. Но и то, что часть округов отмечена красным, совсем не означает, что ЧАЭС там будет. Все зависит от соблюдения правил пожарной безопасности. В авиалесоохране отметили, что причиной всех пожаров весеннего и осеннего периода является человеческий фактор. Также важно возгорание обнаружить как можно раньше. Для этого лесопожарные службы следят за ситуацией как с земли, так и с воздуха. Нужно работать на опережение, думать головой. На этом пожаре мы копаем, потому что здесь трудодоступная местность, горная, то бишь высота большая. Воды здесь нет, ничего нет, только лопата. Командировка Алексея Николаева началась 7 мая. До сих пор он в лесах борется с пожарами. А их сейчас в России 228. Цифра большая, особенно если учесть площадь территории, охваченной огнем – 228 тысяч гектаров. Притом половина – это пожары в Якутии. По сообщениям МЭШ имеются 99 очагов возгорания. Самый крупный – в Тампонском районе, всего в десятки километров от ближайшего села. За сутки верховой пожар преодолел 30 километров. Еще на территории 19 районов сохраняется 4-й, 5-й классы пожарной опасности, сообщает местная пресс-служба МЧС России. Валерий Седов, телекомпания «Город».